Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, добро пожаловать в новый выпуск. Давайте узнаем, что же произошло интересного в мире за последние дни. Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался после приземления. Космический корабль Boeing Starliner успешно прошел испытания парашютов. ВВС США провели испытания боевой версии робопса Spot. Zero Labs превратит любой автомобиль в электрокар. Monarch Tractor – самый умный трактор в мире. Кибер-дрон SmellyCopter найдет предметы по запаху с помощью антенн от живых мотыльков. Умная баскетбольная корзина уменьшится и станет выше по мере роста мастерства игроков. На эти темы мы поговорим сегодня в нашем выпуске. Я рекомендую вам подписаться на канал, друзья. Усаживайтесь поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать! SpaceX протестировала систему запуска ракеты с прототипом корабля Starship. Аппарат взлетел, достиг нужной высоты и начал приземление. Только при соприкосновении с землей он взорвался. Испытания проводились в штате Техас на отдаленных территориях, поэтому при взрыве никто не пострадал. Глава SpaceX Илон Маск в своем официальном твиттере объяснил, что произошло. Во время испытания в топливном баке упало давление, поэтому аппарат снижался со слишком большой скоростью. Это и привело к возгоранию и взрыву при столкновении с поверхностью Земли. Правда, Маск все равно назвал запуск удачным, потому что инженеры смогли собрать все необходимые данные. Напомню, что Starship – один из самых амбициозных проектов SpaceX и Илона Маска. Это огромная многоразовая ракета с кораблем, который в будущем полетит на Марс. Длина корабля составляет 50 метров. Сухая масса, без учета топлива и грузов – около 120 тонн. Это не первый раз, когда прототип корабля Starship взрывается. Подобное уже было во время испытаний год назад. А вот космическая пассажирская капсула Boeing SST-100 Starliner 100% успешно прошла испытания парашютной системы. По данным НАСА, во время испытаний сначала был снят тепловой экран при помощи двух небольших парашютов. Затем Starliner развернул два тормозных парашюта, чтобы замедлить и стабилизировать капсулу. Прежде чем три небольших ведущих парашюта раскрыли три основные. Основные парашюты продолжили замедлять спуск Starliner. В результате капсула успешно приземлилась при поддержке амортизированных посадочных подушек. Boeing и NASA продолжат сбор данных о парашютной системе Starliner во время арбитрального полета в рамках второго испытания космического корабля. При успешном завершении испытаний в 2021 году начнутся полеты капсулы с людьми на борту. На базе ВВС США Nellis прошли испытания системы координации боевых действий AMBS. Участие в них приняли две ведущих компании в области робототехники. Это, конечно, всем известная Boston Dynamics и Ghost Robotics. Они представили совместную разработку робота-собаку Vision 60. Его второе название в переводе на русский звучит как «четвероногое беспилотное транспортное средство». Робот может проводить осмотр объектов под управлением удаленного оператора, заниматься разведкой, составлением карт местности, обеспечивать связь и безопасность на охраняемой территории. Как утверждают разработчики, механическая начинка Vision 60 не так сложна по сравнению с другими шагающими роботами, а также роботами на колесном и гусеничном ходу. Упростив механику, инженеры сделали Vision 60 более маневренным, надежным, выносливым и неприхотливым в процессе эксплуатации. Несомненное достоинство робота-собаки – модульная конструкция, позволяющая заменить практически любой неисправный узел за несколько минут. Уже скоро серийные версии робота-собаки смогут успешно работать в паре с людьми. В частности, осуществлять патрулирование охраняемых объектов, где обычным часовым находиться опасно. На сегодняшний день уже нет сомнений, что будущее за электромобилями. Но далеко не все готовы расстаться с классическими автомобилями и сменить их на компактные бесшумные электрокары. Специально для них работают такие компании, как Zero Labs, которые готовы перевести существующую машину на электрическое шасси. По сути, Zero Labs предлагает готовую электроплатформу, на которую требуется только установить нужный кузов и подключить управление. Разработка компании заменяет шасси классических американских мускулкаров, двухдверных купе, 4х4 и пикапов. В отличие от стандартных конверсионных наборов, которые заменяют только двигатель, коробку передач и топливный бак, платформа Zero Labs меняет всю ходовую часть, включая тормоза, подвеску и шасси. Платформа оснащена батареей на 85 или 100 кВт-часов. Более емкого аккумулятора хватает на 375 км пробега. Но итоговые цифры будут сильно зависеть от аэродинамики установленного кузова. Два электромотора платформы обеспечивают машине внушительные 600 л.с. мощности. Zero Labs дает на двигатели и батареи 4-летнюю гарантию. Фактически, обращаясь в компанию, клиент покупает готовый электрокар, но оставляет за собой полную свободу выбора, как он будет выглядеть. Zero Labs не оглашает цены на свои услуги, но они почти наверняка не из разряда дешевых. Сейчас компания принимает запросы на получение слотов в производственной очереди следующего года. На сегодняшний день известно о нескольких Ford Bronco и Land Rover, которые уже вышли из мастерской Zero Labs. Цены на них начинаются со 185 тысяч долларов. Ручной труд на Неве остается в прошлом, а будущее сельского хозяйства за автономными машинами. Руководствуясь данной концепцией, компания Monarch Tracto представила одноименный аппарат, который сразу окрестили самым умным трактором в мире. Потому что он может работать в поле и выполнять множество разных функций без какого-либо контроля человека. Monarch Tracto имеет электрическую силовую установку мощностью 70 л.с. Заряда его батареи хватает на 10 часов работы, а подзарядка от розетки 220 вольт длится 5 часов. Грузоподъемность составляет 1 тонну. Трактор оснащен трехточечной подвеской для крепежа оборудования. Опционально доступен полный привод, но не закрытый от непогоды кабина. Предполагается, что человек не должен страдать от жары или дождя вместе с машиной. В плохую погоду она работает самостоятельно. Умным трактор окрестили за способность собирать ежедневно до 240 гигабайт новой информации, чтобы совершенствовать свои знания при помощи системы глубокого обучения. Трактор имеет обзор на 360 градусов, различные датчики для ориентации на местности и распознавания объектов. По мере эксплуатации машина изучает маршруты передвижения по полю, где что растет, какие процедуры с растениями и когда нужно проводить. Аппарат может самостоятельно контролировать процесс созревания и составлять прогнозы урожайности, чтобы вносить коррективы в свою работу. Для управления трактором можно использовать стандартное оборудование в кабине, приложение в смартфоне и даже отдавать команды жестами. Или активировать режим следования, когда машина двигается за человеком, чтобы инструменты в кузове всегда были у него под рукой. На борту трактора есть разъемы для их подключения. Стоимость одного Monarch Tractor составляет 50 тысяч долларов. В продажу они поступят осенью 2021 года. Как ни стараются разработчики продвинутых современных технологий, им все равно еще далеко до матери природы, наделившей живые существа самыми разными органами, а по сути уникальными живыми механизмами. Не стал исключением и беспилотник Ищейка Смелликоптер. Для обнаружения объектов по запаху инженеры Вашингтонского университета установили на него биоустройство на основе обонятельных антенн мотылька. Усики антенны были повзаимствованы у табачного мотылька Ястреба. После ампутации в каждый орган ученые вставили тончайшие проводки, способные измерять усредненный сигнал от всех своих ячеек. Увы, но ампутированная антенна сохраняет жизнеспособность всего лишь в течение 4 часов. Исследователи, правда, обещают увеличить этот срок, поместив усики в холодильник. Для проверки обонятельных способностей кибернетической антенны ученые поместили ее в аэродинамическую трубу вместе со стандартным датчиком, реагирующим на запах. На появление цветочного запаха и запаха этанола антенна среагировала быстрее датчика. При этом она также быстрее перестраивалась с одного запаха на другой. В ходе следующего эксперимента исследователи установили антенну на платформу квадрокоптера, снабдив его четырьмя датчиками, реагирующими на возникающие препятствия. И, наконец, для управления смолекоптером был использован алгоритм, имитирующий поиски мотыльком нужных запахов. А благодаря инфракрасным датчикам беспилотник реагирует на появление препятствий, отворачивая от них на расстоянии около 20 сантиметров. Команда надеется найти применение для смолекоптера в качестве ищеек, способных реагировать на запахи взрывчатых веществ или дыхание людей, оказавшихся под развалинами. Команда исследователей из технологического института МИАЙТИ под руководством профессора Стефани Мюллер разработала необычное устройство – умную баскетбольную корзину, которая по мере роста мастерства ее пользователей уменьшается в диаметре и растет сама высоту. В конструкцию корзины входит пьезоэлектрический датчик давления, расположенный в задней ее части, и сенсор в обруче. Они фиксируют каждый удар мяча в задний щит и прохождение через сетку корзины. На задействованном в системе компьютере каждое попадание после отскока от щита вознаграждается половиной очка, а прямое попадание в сетку – полным очком. При достижении пользователем среднего балла в размере 0,75 после четырех бросков, механический хомутообразный обод корзины уменьшается в диаметре, а само кольцо поднимается выше над площадкой. При желании умную корзину можно зафиксировать в одном положении или перевести в ручной режим, позволяющий пользователям самим регулировать позицию кольца. Разработчики надеются, что по мере совершенствования устройства им смогут воспользоваться те, кто не имеет возможности заниматься у профессионального тренера. А добавление новых датчиков даст умной корзине новые возможности. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Друзья, не жалейте лайков для него, обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик и не забудьте написать комментарий под этим выпуском. Наш канал преодолел рубеж в 10 тысяч подписчиков. Я хочу сказать огромное спасибо каждому из вас, в особенности тем людям, которые регулярно оставляют свое мнение в комментариях под каждым выпуском. Ваша обратная связь колоссально помогает в работе и дает неимоверное количество энергии двигаться дальше. Еще раз вам огромное спасибо. Все наши полезные ресурсы вы можете найти по ссылкам, которые размещены в описании под видео. Ну а я буду с вами прощаться. Я желаю успехов вам и вашим близким. Отличного вам новогоднего настроения, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok